РАМИРО Доброго ранку, Ирина. Ой, доброго ранку. Шановные друзья из Николаев. Браво. Меня зовут Рамиру, я из Аргентины, я дирижер. А я был хотят сказать, за мен это большой чест, да играет в месте один концерт из Камерата Арснова, из Миколаев и Филармоника. А я был хотят, что мы будем интерпретировать на наше концерт. На первой линии у нас будет один divertимент от Вольфгам Амадеус Моцарт, это divertимент номер 136. А что я могу сказать, на мое мнение, Моцарт это лучший композитор от всего времени. И за это вопрос, на много от моих концертов, я люблю интерпретировать его в Моцарт. И на второе Аделине концерт у нас будет один сюрприз. Вау, что это будет за сюрприз? Один сюрприз, потому что будет латиноамериканский репертуар. Ну, как же без латиноамериканского, конечно. У нас будет, на наше второе Аделине концерт будет аргентинская музыка. Мы начинаем с «Суита Аргентина» от композитора Герардо Ди Гюсто. И эта сюрприз имеет три аргентинские фольклорики танцы. О, то есть мы фольклор, аргентинскую такую историю музыки сможем, да? Конечно. Первый час от нашей суета – «Нача карера». Это танцы, очень весел, и что миграют в область, в кориенте, в рио и миссионах, в Аргентинске и в Чако. И там есть большая украинская диаспора. Много людей из Украины живут там. После, на второе танцы от нашей суеты, будет одна багуала, спокойная и меланколичная танца из север-вест Аргентин. Там, в Пуна, у вас есть Карпат. Есть у нас в Украине Карпат. Наша гордость. Да, у вас в Карпат. У нас есть Андес. И там есть Пуна, это один планина, один плато на четыре тысячи метров. И там есть багуала. Очень грустная и меланколичная музыка. И на конце от этой суеты, будет один карнавалит. Очень веселый танц, очень веселый танц, что люди играют, когда карнавал там. И после, и на последний час, концерт, можем сказать, у нас будет один коллекция от пят, танго из Астер Пятсона. Вау, просто вау. Да, будет первый раз в Миколаев, а мы будем интерпретировать «Фуга и мистерио». Один из самых, да. Да, это первый танго «Фуга и мистерио». Второй танго – это «Адиоз, но ни», но очень важен в Астер Пятсона, потому что он компонирует, когда свой отец умирает. Третий танго будет «Каламбри», один очень ритмичный и красивый танго. После будет «Мелодия и ла», одна меланхоличная музыка. И на конце очень много энергии будет трез минут с реальностью. О, это такой взбудораживающий такой танго. Да, это три минуты с реальностью. Это символичный и метафизический номер. Но я бы хотел приглашить наших ритмичных концертов за этот интересный и экзотичный концерт, потому что я думаю, они будут нравиться многому. Ну вот, соглашусь с вами, что он будет экзотический, он будет колоритный, фольклорный, на любой вкус. Все поценители могут найти для себя что-то. Вы уже неделю в Николаеве, репетиции проходят. Как вам репетируется с нашими музыкантами, с нашим симфоническим оркестром? Я бы хотел сказать, в Украине и в Николаеве у вас есть традиции, в классической музыке, у вас есть очень хорошая школа. За этот вопрос мне нравится много и да работают с вашими музыкантами, потому что они имеют очень хорошую технику, они играют инструменты много годов. Хорошо. Наши репетиции, мы работаем очень спокойно и очень работаем, тензивы, внимание на качество. Да, потому что я люблю играть на нашу публику лучшую музыку, что можно доработать. И что я могу сказать, что это больше трудно, это сказать вашим музыкантам в оркестре, как дольше интерпретировать аргентинскую музыку в стиле. Это же очень интересно, потому что нашим музыкантам нелегко в этом плане будет передать. Да, Аргентина, мой город Бунос-Айрес, где это танго, и в Николаеве, может быть, дистанция это 14 тысяч километров. Потом это очень трудно для ваших музыкантов понимать этот феномен. Аргентинский танго имеет очень много меланколии и грустно, но наша меланколия в Бунос-Айрес, это различное, что меланколия и грустно здесь, в Украине. И с этим вопрос, вкус различен. Я поняла, но я думаю, что все получится, по секрету, скажите, у них получается, все выходит. Да, получается, и когда после четырех репетиций мы играем, и они играют точно, как мы работали, а я слушаю очень хороший выпуск. А я бы хотела сказать, Ирина, на вам и на все наши друзья, я в Украине уже два года, мой первый раз в 2015, и на это время я люблю Украину. Я вот подведу, вы говорили, что одной ногой вы живете в Европе, одной ногой вы еще в Аргентине, вы можете утвердить, что вот вы уже одной ногой в Украине? Да. Да, уже такой наш. Украина, да, потому что вы в Украине, вы живете с душой, и мы в Америке Латинской тоже живем с душой. И это нас объединяет, да? Да, и с этим вопросом я у меня был, на эти два года был очень много концертов в Львиве два раза, в Ривне, в Ужгороде, в Виннице, в Хемельницке, да, в Полтаве, и в Херсон два раза. А сейчас это был Миколаев, и последняя неделя у меня был концерт в Черниго, и в октябре у меня будет концерт в Одессе, и может быть, они хотят контактировать оркестр в Северо Донецк, там есть оркестр филармоника Луганск, я хочу их там, и может быть, эта сезон у меня будет концерт в Моше Вит и в Киев, но в это время, я хочу сказать, я коммунитировал очень хорошо с вашим музыкантом на весь Украине, и каждый концерт у нас был большой успех. Я не сомневаюсь в этом, я просматривала информацию, и знаю, что в Николаеве будет большой успех обязательно, ну, вы не можете это пропустить, приходите. И вот у меня еще немножко вот от концерта такой общий вопрос, вот с каким чувством вы выходите на сцену, вот вы как-то готовитесь, это же управлять оркестром, это же спиной чувствовать зал, ту публику, которая сидит сзади вас, ее нужно держать в тонусе, ее вот продержать, поделитесь своими секретами, потому что, ну, вы очень энергичный, вот очень хорошо умеете держать. Я хочу сказать, одну ночь до концерта я отдыхаю, а я не говорю с телефона, они делаю ничего, и когда это день концерт, мой телефон это закрыт. А я просто концентрировать, и может быть, если есть время до концерта, я могу спать, одна маленькая сестра, и просто я иду в концерт и делаю лучшую музыку, как я могу. Вот они секреты. Отдых, сон и абстрагироваться от всех, никаких телефонов, абсолютно концентрация. Да, потому что наша работа как музыкантов, это хранить красивую музыку, она ирительная. То же самое, когда один повар в один ресторан, он приготовит ваш украинский ворш, ваши вареники, он должен делать очень много вкусных. Вкус и додавать людям, которые будут кушать. Моя работа, это да, интерпретировать очень красивую музыку, а я могу сказать, после у меня был большой деятельность в много странах, в Европе, в много странах, в Америке, в Латине, и у меня уже нет боюсь в эссе. Не боитесь, абсолютно. А был у вас страх, да? Когда был студент, давно-давно, но мой профессор, он давал мне очень много концертов в своей оркестре, потом там, я боюсь ехать, ехать, ехать и до Повачи. И сейчас я иду на концерты, может симфоничные, может камерные, может очень большая и важная оркестр, или может она нормальная, у меня это не боюсь. А я попробую интерпретировать лучшую музыку, которую мой сердце может интерпретировать. То есть вы выбираете музыку от сердца, от своего сердца, по своим предпочтениям. Вот по тем произведениям, которые мы услышим завтра, мы можем разгадать внутреннее состояние Рамира. И еще один такой вопрос, это правда, что вы чувствуете публику? Какое у нее настроение? Как она воспринимает? Это правда или нет? Да, да, я чувствую публику, но важно это, когда у меня есть концерты, я концентрирую на работе, интерпретирую вместе с оркестра, а я чувствую публику, но публику, что я понял, и когда я дирижировал, они молчат, они слушают, концентрируют. Они тоже концентрируют. Да, да, а что я хочу делать, это просто, да, это как один путешествие, один музыкальный путешествие. С этого вопроса я беру публику, и мы идем вместе. И вы путешествуете. Да, путешествие на очень красивые света от музыки, классическая музыка и латиноамериканская музыка. Да, то есть будет у нас возможность попутешествовать в Аргентину, в Латинскую Америку завтра, и, конечно, заводиться классикой Моцарт, конечно же. И еще напоследок такой вопрос, отыграете концерт в Николаеве куда дальше? Куда отправляетесь? В следующий концерт, после Николаеве, у меня будет очень быстрая дорога. Будет из Николаев, Одесса, Кишинев, Букурест и Панедельник. Рано у меня есть самолет из Бухарест в Гуатемале. А я буду там в Гуатемале один месяц. У меня будет там 15 концертов в Национальной Оркестре Гуатемале. Это первый раз я иду там. Здесь у нас это чуть-чуть холодно. И уже там это 30 градусов. Я думаю, будет интересная экспедиция в моем жизни. И я буду в Европе на 3 июня. И там будут концерты, я думаю, в Ботошане, это Румения, в Гаврово, Бульгария. И может быть и в другой город, где Бульгария. И кто знает, может быть и в Украине. Мы вас всегда ждем в Украине. Добро пожаловать. График насыщенный у вас. Я вам благодарю, что пришли. Желаю силы энергии, хорошей концентрации перед завтрашним концертом. Приглашаем еще раз, напоминаем, что завтра, 29 апреля в 16.00, в Палаце культуры Будевельники будет концерт камерного оркестра Арснова под диригованием аргентинского майстра, итальянского походжения, родом из Буэнос-Айреса, Рамиро Ристо. Я очень рада, что познакомилась с вами. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, Галина. А за конца я был хотят сказать большое спасибо и душе дякую на господин Александр Дмитриевич Добробольский. Он директор и руководитель от Миколая Филармоника за свои предложения. Спасибо большое, Александр Дмитриевич. И вот вы так прекрасно говорите на украинском «Добруго ранку», «Витаю». А можно на аргентинском, на латинском пожелать доброго утра? Конечно. У нас в Аргентине и на всю Америка латино наш язык – это испанский. 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 Но в Бразилии у нас это португальский. И на испанский, мисс Казат, «Буэнос-Диас, Ирина» и «Буэнос-Диас, queridos amigos de Миколаев». И los espero на nuestro concierto mañana сábado a las 4 de la tarde en el Centro de Cultura. Muchas gracias y que tengan un hermoso día. Mi nombre es Ramiro Arista, директор de orquesta argentino. Спасибо вам огромное. Такого приглашения на концерт у нас еще никогда не было. И это все новый день, это все прямой эфир, чего только не может быть. Спасибо вам огромное.